ПЕСНЯ ПЕСНЯ Ваше Высокое Преосвященство, Преосвященство, Ваше Высокое Преподобие, Сечественное Молодец и Сопастырь, ПЕСНЯ Господь давший нам подрудиться на Неве Церковной на протяжении 2019 года, Собрали здесь нас вместе для того, чтобы подвести итоги этой годовой деятельности. У нас второе отделение преподаваемое собрание. Первое мы провели в Измаиле, в котором приняли участие духовенцы пяти районов, для того, чтобы для удобства, чтобы сюда не предоставить расстояние. Вторая часть проходит здесь в нашем Свято-Испенско-Андексском Падрео Шерковском монастыре, где собралась большая половина рукавянцев на Ачинский округу. Одесская партия, как вы знаете, является одной из крупнейших партий Украинской православной цепи, которая насчитывает более 200 приходов в 12 юрных районах Одесской области. На протяжении 27 лет уже пошли 28 лет к управляющим гепархией Горесья. Милостью Божьей мы совершаем наше служение во славу Божию, на благо процветания нашей Одесской Витакурии. Мы все пережили пять лет последние времена тяжелых испытаний, когда власть хотела уничтожить Украинскую православную церковь и подчинить себе то, что было ради поэтистской карьеры, выгодным лично для нее. Поэтому в течение отчетного года все мы трудились, и митрополит, и векарные епископы, которые разделяли мои труды, поищая храмы, совершая прозружение, освящая храмы. Было совершено в главе 38 в Хератонии, из них 20 в Евганске, 18 в Пресидорске, в час в Хератонии, совершая храмы на епископы. Милостью Божией и благословением по преосвящению Швагов Ангела, митрополита Одесского и Измаильского, и Пархиальный паломнический отдел святого апостола Андрея Превозванного в минувшем году продолжал свою деятельность. Своей задачей председатели и сотрудники отдела велеть наиболее полное удовлетворение о потребности верующих людей в поклонении святыням православного мира, обогащение миг духовного опыта через орицание мест, предметов и всего того, что связано с трудами подвижников богочестия, с расширением кругозора, необходимого для того, чтобы оценить богатство духа и веры, которая имеет в себе святая православная церковь. Всего в отчетном году отдел организовал 52 поездки, из которых 36 по Украине, 4 по России, 12 и дальние зарубежья, в которых приняли участие 2798 человек, из которых 1643 поехали без оплаты. Интернет-сайт отдела в 2019 году посетили 76 983 человека. Это меньше, чем по сравнению с прошлым годом, но обусловлено тем, что в прошлом году создались вайпер-паблики и вайпер-сообщества, которые являются более удобными способами информирования паломников в предстоящих поездках. На паблике сообщества подписано 4 250 человек. В паломническом отделе в состоянии на 1 декабря работают 5 сотрудников. Вступая в 2020 год, благости Божьей, председатели и сотрудники отдела надеются, что молитвами и благосостоянием нашего святителя, высоко преосвящения шару Владимира Митрополита Одесского и Измальского Графангелия, наши скромные труды будут вкладывать в великие отделы спасения ближних и служения святому православию. Благодарю за внимание. Дорогие братья, разрешите кратко представить отчет социального отдела. В первую очередь, конечно, хотелось бы поблагодарить нашего владыку Митрополита, потому что именно он является главой отдела, но лишь только помощником в его архипаркском стороне служения, в том числе и в социальной деятельности нашей епархии. Ведь не просто владыка Митрополит каждое прошение рассматривает лично, но и очень много проектов, включая строительство Косписа, финансируется из личных средств владыки Митрополита. Поэтому для нас владыка Митрополита является образом для подражания. Если говорить кратко, то в первую очередь нужно отметить, что социальный отдел продолжал свое служение и продолжалось кормление бездомных, тех людей, которые нуждаются в горячей пище. И более 500 человек ежедневно в городе Одессе получают горячую пищу. И нужно сказать, что и множество людей получают продуктовые наборы. Продукты 153 тонны было связано в Координационный отдел гуманитарной помощи. Это все те продукты, которые в течение года были собраны на приходах обширной Одесской Митрополиты. Часто говорят, что когда делаешь доброе дело, правая рука не должна знать, что делает левая. Да, если это делаете вы лично, что касается личности, если речь идет о нашей Церкви, то ради величия славы Божьей нужно обязательно об этом говорить. Для того, чтобы возвеличить славу нашей Церкви и славу Божьей. Поэтому обязательно фотофиксация, видеофиксация и в наш информационный отдел, который все это анализирует, собирает и, конечно, все это выставляется на сайте. Очень высокопресвященцы, это достаточное собрание. Если кратко говорить о бюременном служении, но можно сказать только одно, что владыка Роман, владыка Митрополит, в этом году, конечно, в колонии почему произошло разное. В этой колонии проходит много благослужений. Я знаю, что очень много священников, по моим подсчетам, до 30 священников приходят в колонию, особенно в СИЗО, потому что в СИЗО, если в колонии они выходят, то в СИЗО надо зайти в камеру, там, где душно, там, где тяжело даже дышать. И наши банщики приходят, приносят Слово Божие. Многие оказывают материальную помощь, духовную, показывают помощь в медицинскую. Поэтому низким всем вам поклон, и особенно вам, владыка Митрополит, за то, что как раз вы никогда не оставляете все это без внимания. Всех темниц, сидящих, исполняя Слово Господа, нашего Иисуса Христа, в темнице был и посетили меня. И слава и Тереска. Ваше Высокопресвященство, Пресвященство Редакции, братьям, кратко озвучу работу отдела. Скажу, что главная цель нашего отдела является научением детей и взрослых православной вере. И все наши мероприятия направлены именно к этому. В настоящее время в Одесской партии действует 164 детских посредственных школы и 62 для взрослых. Там включается священное писание, богослужение, истории, церковь и пение. И в нашей партии есть некая возможность получить единый учебный план для преподавания в воскресную школу. Кроме этого, делом были организованы ряд мероприятий. Это и Митрополитча Ёлка, и Хремовская звезда, которая проходила театр музыкальной комедии. Также организована хоровая фестиваль «От моря до небес», православный черепуальный турнир посредством школ в Буквицам. Отдел принимал участие в организации семейного фестиваля «Мокровское поле». Был проведен конкурс детского творчества «Краса Божьего мира». В ноябре были проведены иннокентиевские ученческие чтения образовательные. Тема ощущения была вера в Бога и научное знание. Дети представили очень интересные доклады на эту тему. Также в странах святуюцкентской обители был проведен праздник для детей беженца Донбасса и для детей-сирот, посвященных дню святого Николая Чудотворца. Также при отделе действуют курсы святой дитер-иннокентиев епископа Одесского. На курсах обучается 187 учащихся. Организовано заочное отделение для тех, кто не может приехать, находиться в Одессе. И, конечно же, все это благодаря усилиям моих людей. Хочется поблагодарить этот день вас, дорогие отцы, за работу. Во всех храмах Одесской епархии действуют посредством школы. Необходимо только усилия и помощь, сложие. И, конечно же, содействие отдела, который всегда готовы. Спасибо. Спасибо. Позвольте мое время, отведенное для отчета деятельности молодежного дела за прошедший год, посвятить прежде всего тому, чтобы вызвать слово благодарности. И, конечно же, прежде всего, владыковам за то, что ваша поддержка вдохнули от нас на новые проекты. Это первое. Второе, конечно же, собственные строители, которые осознают всю необходимость и актуальность сегодня работы с молодежью. И поддерживают и проекты молодежного дела, и поддерживают тех священников, которых назначили на своих приходах для работы с молодежью. Позволяя и делать, осуществлять какие-то проекты, объявлять, вешать на сцену объявления также информацию о молодежной работе и прочая поддержка. Благодарю отделы, с которыми взаимодействует молодежный отдел. И, в частности, хотел бы сказать об отделе информационном, потому как своевременная коммуникация между нами, она свидетельствует о внешней миссии церкви. И все вы видите, что по прошествии какого-то проекта уже вечером информация об участниках и о результатах этого мероприятия уже есть на сайте детской епархии. А также есть информация на сайте молодежного отдела, группа в Вайпере и группа в Инстаграме, которая объединяет в себе около полутора тысяч участников и подписчиков. Низкий поклон. Дай Бог, чтобы на будущее идея в работе с молодежью она никогда не покидала и осознала того, что это необходимо сегодня, потому что эпоха пассивного потребителя в храме прошла, и молодежь никогда не допустит, и никогда ей не будет интересно, если она увидит свое место в храме. Если она видит свое место в храме, если видит, участвует активного священника, она обязательно подойдет, спросит и будет жить вместе с храмом. Есть проблемы, если они возникают, обращайтесь. Проекты молодежного отдела, это лучшая методическая база. Те проблемы, которые озвучивают некоторые храмы, которые находятся в больших жилых массивах нашего города, но по каким-то причинам не имеют молодежного служения, мне пока что эти причины непонятны, но мы готовы на любую поддержку, методическую, информационную и прочую. Главное сделать шапку встречи. С нашей стороны мы шаги делаем и не замыкаемся, поэтому вы видите, в других храмах это молодежное служение ведется самыми элементарными способами. Пример, опять-таки, отец Священков, который имеет храм условно два на два, но там есть и воскресная школа, и молодежка. Как это он делает, приезжайте, посмотрите. Все есть в доступе в интернете, в группах, в инстаграме. Это прекрасная методическая база, на которой нужно выстраивать и свою работу, и жизнь с полнадежью, за которой в будущей церкви. Спасибо большое. Благодарю всех за труды, которые каждый из вас совершил в выходящем году на благо нашей Святой Церкви, нашей Одесской Метополии. Мы вычислили, мы победили и в простых испытаниях. Помогло нам единство, устремлили наши, помогло нам вера православная, помогли нам наши усилия, которые были направлены для того, чтобы принять все веры и сохранить церковное единство, сохранить украинскую благодатно-каноническую православную церковь, позволяющую моему и моему нашим блаженшим предсоятелям, митрополитам Ануфрия. Не простой этот год брил, было многое отношение, но с милостью Божьей и помощью мы прошли этот отрезок времени, и мы стоим на пороге нового лета благости Божьей. Надеемся, что он будет не хуже прошедшего, ушедшего. Это будет год милости Божьей, когда уже власти, которые пришли к Управлению государственного церковного президента, они будут относиться к пониманию народа своего, которому они должны служить, а мы должны трудиться еще более уверенностью, глубоким пониманием, ответственность каждого из нас, который лежит на каждом, совершать молитву, добрые дела. И всегда проси Господа, чтобы Он не оставлял нас своими милостями, своим благословением, своими добрыми наставлениями, потому что мы церковь Бога, она с толку утверждения истины, эта церковь жива, она будет положать свою подременную миссию до скончания века. Никакие власти, ни президенты, они не являются основателем церкви. Христос основал эту церковь, Христос создал ее на земле для спасения каждого из нас. Я желаю, чтобы в Новый год из праздника Рождества Христова были для всех радостными, созидательными, чтобы вы почувствовали единственное восстановление, посетили близких родных, оказали внимание родственникам и всего, которые нуждаются в вашей любви, в вашей доброте, и чтобы каждый из нас почувствовал, что Господь с нами и Господь всегда с теми, кто с ним. Дай Боже, чтобы каждый из вас добрый год и чтобы добрый здраво-зраиль Павлович продолжал совершать надвременную созидательную миссию по сохранению православия, утверждение единства нашей святой церкви, для того, чтобы нам победить те искушения соблазны, которые принесло нам получение мы от власти предыдущей на протяжении пяти лет, искусающей нашу церковь и наш народ. Твои сними уложения на протяжении пяти лет, жертв, чтобы нарушать наши легков, сущую Керувью, и славничую без равнения серафим, без нескления Бога слова Рудшую, сущую Богородицу тебя, Субтитры создавал DimaTorzok